Дорогие мои, значит так, наш слет, так сказать, аналитиков симпозиум продолжается. Есть очень такой серьезный вопрос, опять касаемый Украины. Вот там основным двигателем их революции, так называемой, в общем бандитских действий, был правый сектор, так называемый. Это, по сути, бандеровцы, потомки вот тех бандеровцев, которые в 40-х, 50-х годах терроризировали население на Украине и не только на Украине, в общем-то, убивали людей. Вот что вы можете сказать про бандеровцев? Что-нибудь вам известно? Как вы относитесь к этому движению бандеровцев? Пожалуйста, если возможно, Клавдия Васильевна, вы как психолог первая, если можете, скажите, пожалуйста. Я после войны и еще позже была, ездила в Трусковецк на лечение и сталкивалась с этим бандером. Еще тогда я знала, что это такие фашисты и опасные люди. Тогда они еще ненавидели людей, обзывали, москали приехали. Это после войны уже? После войны, да. Вот. Поэтому я хочу сказать, это такие бандюги, это просто не передать, что... Что они творят сейчас? И сейчас они себя показали больше, чем тогда. Тогда еще, конечно, они побаивались, но все равно они готовы были на все. А сейчас вот так вот издеваются над народом, люди убегают, это страшно. Спасибо. Вот, Лидия Аркадьевна, что вы можете нам рассказать о бандеровцах? Я считаю, что бандит есть бандит. Правильно. Но нужно бандиту принять меры. И я считаю, они убивают людей, детей, маленьких. Ну, все равно, им ничего не жалко. Я считаю, что бандит есть бандитом, и надо их повесить. Спасибо, Лидия Аркадьевна, ваше мнение будет учтено. Нина, 93, пожалуйста, скажите ваше мнение. Ну, я считаю, что они фашисты, они вообще не умные люди. Они не понимают, что это такое война. Если они хотели войну делать, надо было не так делать, а иметь все. И бедных детей не испугать, и народ не это делает. Сейчас их Украина нише стал, не живут, не пьют, не кушают, не пьют ничего. Боятся этих фашистов. Им всех надо набрать, или повесить, или в тюрьме посадить на всю жизнь. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Нина. Значит, в общем-то, можно говорить о том, что приход бандеровцев, власти на Украину, привел Украину к упадку. Да, к упадку. Спасибо. К нищике. Да, ну и счастливо.